Встреча с Канадой 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 И 173 пропущены. Стариков. Смена уже состава. Произошла Стариков. Играет с Димаевым. Нападение Герасимовской кафе. Васильев. У Канатов тоже давай походим. Встреча. Произошла смена состава. Второй номер два. Шестой танк. И. Нападающие. Хиндмарч под восстанадцатым номером. Двадцать шестой. Аборис Мэн. Утемнадцатый. Полбрасывание в зоне канадской команды. Две стои. Только сыграли команды. В первом периоде 0-0. Встреча. 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 Студен небольшой. Вмещает. Всего лишь 7300 зрителей. Причем 6500. Сидят. А остальные 800 человек стоят. Сидят. Встреча. 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 Вот вы видите тренера команды. В Калгаре, это Боб Джонсон, он в 81-м году руководил сборной системы штатов Америки на пункте Канады, а годом раньше, в 80-м году, был помощником Брукса на Олимпийских играх в сборной системы штатов Америки. Первый сезон лишь тренирует эту команду, а до этого работал в одной из университетских команд США. И наконец с вами познакомимся с остальными пакетами, которые будут участвовать в сегодняшнем матче. У нас впервые сетки Лединов играют Светлов, Семенов из Кварцов. Как видите, некоторые изменения произошли в том, что до сих пор не выздоровел Кожевников, у него травма колена. И вот решили в таком сочетании попробовать это длину от тренера сборной Советского Союза. И Канадков играют, а Рассел Кожевников. И двадцатый это Ларанта, а в нападении Макасад, десятый номер, двадцать четвертый Пеплинский, шестнадцатый Джексон. Литвов. Да, сегодня, очевидно, много будет очень борьбы на площадке, потому что размеры ее очень-очень маленькие. Все сегодня зависит от игровой дисциплины. Вот защитники особенно не должны передерживать шайбу, как можно быстрее ее отдавать в линию атаки. И в то же время шайба не должна задерживаться и в средней зоне. В общем, сложности, я думаю, сегодня достаточно будет. В игре сборной Советского Союза учтем, что канадцы привыкли, конечно, с этой площадкой уступает отрежда дома. Первый день. Парутов. Можно играть. Парут, пей! Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Пробу с него защитник Конрой. Рутов опять один атакует. Нет поддержки. Совершенно очень трудно поддействовать. Второй номер это Бурже. 23 летный защитник команды Калгари. Бейкап. Просток. Хорошая передача Кимаеву. Неудобно ему бросать. Ну что ж первые минуты встречи проходят в Северном Кавалчичном. С преимуществом сборной Советского Союза. Но учтем, что конечно было удаление у канадцев. Это очевидно сказалось на езде хозяев поля. Бейкап. Герасимов от Виненоборска ушел. А шайба вышла в среднюю зону. Камадцы не торопятся. Вы знаете обзорачиванию у наших участников. В средней зону лишь один хотите атакует, а четверка выстраивается на синей линии. Демаев, крошок высокого. Дворцов. Стариков. Вновь в игре Эдвард. Неплохой стурм ворот. Канадцы команды. Удаление. Второе удаление у Канадцев. 26-й ванер покидает полет на 2 минуты за удар соперника Локтюн. Хамейка запасных сборных Советского Союза. Вчера наши птицы прилетели сюда в Калгари. Довольно долгий тот самый путь был. 5 часов 4 из Монреаля в Калгари. Провели вечернюю тренировку. Затем сегодня легкую очень разницу. Было матчем утром. И вот вышли на игру. Чувствую, по-моему, себя хорошо. В заключении, как я уже говорил, Кожевникова, которого брал. Ну и часть хоккеистов, Зубков, Варнаков. Еще двое, вернее, отдыхают сегодня. Проверня. Поверня. Это бывший, кстати говоря, капитан Филадельфии Слайер, знакомый с игрой советских таких, встречался с нашими командами сначала в 1936 году, затем в 1929 году в Крыльеве Советов. Ну посмотрим, численные преимущества на стороне сборной Советского Союза Шалимов с шайбой. Шайба у Шалимова. Первухин бросать неудобно. Берли Лединов, бросок. Удалось Нильсену, Кампу Нильсену выбросить шайбу из своей зоны. И тут же следует смена состава у канадцев. Первухин. Так, шайба вышла. Вышла в среднюю зону. В Калгари Флейн сыграют. Один швед, это Кенки. Нильсен, два. Финский хоккеиста и Лоранта. Ялонен. И два американца. Кристоф и Хистоф. Но это неудивительно, что они присвозят в эту команду, поскольку от семи тренеров в Олимпийской сборной США был Топов. Джонфер. Кристоф. Питер. Кристоф. 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 Лаваль. Рейнхард. Укей в шайбе. Тюменев. Нет. Дан был. Быстрее его. Рейнхард. Выходы получили хорошие. Контратака. Васильев. Прошло. Отлично играет Эдвард. Начинается легко среагировать. Затем удивительно. Васильев наравне. Шепелев и Капустина. Забросил две шайбы. Конторная сборная союза. Причем Васильев руку и грубровой сегодня. А Шепелев и Капустина четвертую. Выбрасывание в зоне. Канадской команды. 7 минут 24 секунды. Остается до конца первого периода. Пятерка. 0-0. Пока. Моменты есть. Успорная союза. Достаточно поворотом. Удачно играет. Врата. Да и наша, наверное, не повешающая стадия. Атаки не стоит точнее. А так хорошую скоростью. Матча. Да. У нас пятерка. Абыкова на площадке. Играет она против. В пятерке Пеплински. Буршен. Джонсон И тут же крайние нападающие канадские команды отошли назад и прикрывают в основном фланги для того чтобы не развивалась атака именно по флангу где высокие скорости бенборной советской поезды Удаление И блинки Как вы знаете Герасимус удаляется на две минуты за задержку соперника И даже сборная советская поезды будет играть в меньшинстве У канадцев Рейстар 26-й номер И 7-й Это Создал это самые опытные хоккеисты канадской команды Причем обратились на Шуинар Он нападающий занял место защитника Шевцов Семенов Вабинов Эрфир Вухин И Галитинов У нас обороняются Рейнхард Рейнхардт Леннис Макдональдс Леннис Макдональдс И отмечу очень результативно, играет в нынешнем сезоне 35ной шайб Добрτίо Шавидарр, Рейнхардт Бросок, принимает шайбу на себя, Светлых Макдональдс Леннис Макдональдс Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Я думаю, что Виктор Тихонов ждет перерывы и смотрит на табло, сколько осталось для того, чтобы внести какие-то изменения в игру. Ждет три последние минуты первого периода. Виктор Тихонов. Виктор Тихонов. Виктор Тихонов. Виктор Тихонов. поторопился явно васильев сделать передачу смена у нас по ходу встречи канадцы уже заменили свой состав герой герой нельзя падить зону Субтитры сделал DimaTorzok Очень быстро переходит в атаку канадца, что это не Канадец, а Фин Эл-Аранта. Ударение в нашей команде. Теперь за подножку. Двое минуты будет откатать Василий Первухин. Город в четыре секунды встает после конца первого периода. Вот посмотрите на руку Эльбре, учитывая, что смотрит канадская команда, это Хит-Хоп. Да, цвет прямо противоположных половине первого тайма сначала преимущества города противоречивого Союза. Вот концовка периода явно удалась канадцам. Иброскоп много достаточно острых моментов возникает около ворот Владимира Мышкина. И сумели все-таки канадцы открыть счет. Карейн-Харт. Та же пятерка. У Калкаре играет в шоу. Первый РАР тогда. Численная преимущества. Сейчас танцы, танцы только с оборотом ворота Советского Союза. Бриджмен. Передача не точно. Капустин и Шепеля. Передача бросок представлял флюшку Капустин. Сирена закончился. Первый период. 1-0 впереди в Саударево-Слэйк. Виде ли вы? Сейчас во дворце спорта Стэмплит Коралл начнется второй период матча между сборной Советского Союза и местной командой Калкаре Флеймс. Еще минуту и 17 секунд сборная Советского Союза будет играть в меньшинстве. У нас удален Василий Первухин. Фетисов, Касатонов, Крутов и Ларионов у нас на площадке. И играют они против хоккеистов, которые постоянно выходят в полет, когда команда их играет в большинстве. Это Шойнар и Рейнхайд в обороне. А в нападении Нильсон, Бриджмен. И вот вторая шайба у ворота спорта Советского Союза. Это Шойнар забивает вторую шайбу. И во второй раз Санатцы используют кисленое требование. Всего лишь 29 секунд прошло после начала второго периода. Еще раз с вами посмотрим, кто-нибудь подправил шайбу. Нет, не успел это сделать Рейнхайд в 26-й номер. Шайба попала в Мышкины и затем оказалась в воротах. 2-0. Выигрывают канадцы. Вообще надо сказать, что сегодня тренеры нашей команды опасались за исход этого матча. Так как по сведениям канадская команда хорошо была подготовлена именно к этому матчу, потому что помощник тренера Боба Джонсона постоянно сопровождал нашу сборную. Наверное, не сопровождал, а находился все время во время матчей на трибуне. Внимательно наблюдал за действиями советских хоккеистов. И очевидно, в общем, какие-то выводы они сделали. Ну и кроме того, вообще Боб Джонсон, тренер канадцев, очень уважает, как он сказал, советский хоккей. Просток, в смысле, благодаря все, что есть лучшего, он уже применяет на себя в работе с этой командой. Теплинский очень опасно атакует канадцы. Ложаков. Шайба в средней зоне. Джексон. Теплинский. Проброс, очевидно. Распадился несколько шепелев. Тут последовало столкновение. И шепелев, по-моему, травма получает. Смена составов. Пятерка Быкова у нас на льду. Играет она против пятерки Шуинара. Да, неудачно. Начался второй период. Не смогли выстоять минуту и 17 секунд. Просток. Дариков. Быков. И дальше там будет борьба за шайбу. Бурже и Васильев. Макдональд. Бурже и Васильев. Макдональд. Защитники, может быть опасная контратакция. Сулинар, бросок, Мышкин, молодец. Буржуя. Райсбро. Эдвард, вступает в Роберро. Я уже говорил о том, что помню, как он играл против ЦСКА в Буффало в 1980 году. И вот похоже, что и сегодня просто непробиваемый вратарь несколько раз уже в первом периоде выручал свою команду. Но надо отметить еще и такой факт, что он стоит после двухнедельного перерыва, защищает ворота. У него была травма, и впервые сегодня тренеры поставили его в состав. Вообще он провел за свой клуб в этом сезоне 20 матчей, а больше, чем его дублер Лемелин. Убрасывание в третьем зоне. Пока у нашей команды не получается острая контратака. Вы знаете, нельзя много времени проводить сегодня, чтобы матч в своей зоне, учитывая, что я уже говорил об этом. Зоны очень маленькие, зоны нападения и, соответственно, зоны защиты. Поэтому постоянное должно быть движение. Движение и много очень зависит от защитников и крайних нападающих. Они не должны отходить глубоко к себе в зону. Вот тогда может получиться острая контратака. Проброс. Пошла четвертая минута второго периода. 2-0. Канадцы выигрывают. 23-й номер. Это защитник Арейд Харт выступал на чемпионате мира. В 82-го года был одним из сильнейших не только в канадской команде, но и вообще на чемпионате мира. У нас пятерка Анатолия Семенова играет. Вот и пятерки Нельсина. Вот Светлов выходит один на один. Бросок в воротах и промахивается. Высоко поднял шайбу. Атака была устремительная, быстрая очень. Вот что значит Схварцов вовремя оценил ситуацию. Сделал отбор на передачу сразу в центр и вышел один на один Светлов. Пусть скорость у него достаточно хорошая была, но не попала в воротах. Неудобные, как говорят хоккеисты, руки бросают. Смотрите, как высоко шайба пошла вверх. Но трудно, конечно, оценить сейчас действия нашего хоккеиста. Возможно, надо было чуть-чуть влево прикрыть шайбу корпусом. Тогда защитник МВТК Нюзбелга помешать в какой-то степени нашему хоккеисту. Анасты владеют шайбой из Марча. Крутов. Петитов. Паларионов. Паларионов. Элоранта. Паларионов. Передача Крутову. Бросок будет поворотов. Очень близко подъехали друг к другу Крутов и Элорантов. Паларионов. 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 Оральт взял. Пок Police. Промах. Паларионов. Вы знаете, вот несколько тяжеловато выглядит тройка Ларионова, но возможно уже подустали хоккеисты, действительно большая нагрузка в трех предыдущих матчах выпала на них. Я отметил, кстати, разговорил со мной Виктор Тихонов, бросок к воротам, что у меня пальцы ворота был, макокать бросал в десятый номер молодой шокеин канадской команды Новобранецком, вернее новичок в национальной хоккейной лиге Теплинске. Шалимов. Макокать, призывая решает упорство, в десятый номер. Смена составов. 14 минут 20 секунд до конца второго периода. 2-0 к войну Калгари Флэймс. Все-таки надо отдать должное канадской команде играть, она жесткая. Но вот Чонсон привил ей, можно сказать, вкус в коллективной игре. И специалисты, некоторые уже здесь в стране, отметили именно вот эту сторону игры Калгари Флэймс. Ну и кроме всего прочего, я заговорил, что он очень тщательно изучает игру советской команды. Не только вот во время этого турне, но это я замечал и во время олимпийских игрок проходила на Кубке Канады в 81-м году. Вот эта команда предпочитает хоккей. Быстрый, коллективный. Калгари Флэймс. Петтица. Плассивьев. Бюрегрэп. Пеков, поторопился. Это Райсбро. Ведущее звено у канадской команды Райсбро Шувинара и Макдональд. Здравствуйте, не в третьей зоне. Первухин, Белелетинов, Светлов, Семенов и Скворцов в нашей команде. У канадцев играет пятерка Шуидара. Очень много она, кстати, проводит время на площадке. Первухин. Светлов. Шайба вышла из игры. В 1988 году здесь, в Калгаре, пройдут Олимпийские игры. Но, знаете, пока не чувствуется, что через пять лет в Калгаре встретятся сильнейшие стартами мира. Больше того, даже не верят, что Олимпийские игры могут состояться именно в Калгаре. Дело в том, что в этом году здесь совсем нет снега. Как, впрочем, и везде, где играла сборная Советского Союза. Но это только в этом году, как здесь обычная резинанская, снежная и довольно морозная. Харачев. Хорошая передача. Семеново. Вот, по-моему, Белелединов был не готов. Приемы шайбы. Первухин. Круто. Довольно просто играют в Хоккейской Канаде у себя в зоне. Говорил о нас. Что, по-моему, удаление, да, раздел нарушает правила. Очевидная посошка, причем, травму небольшую получает наш Виктор Тюменев. Но остается на площадке вообще хоккеист очень мужественной. А раздел будет отбывать двухминутный штраф. Он вообще в самой недвисциплинированной в команде Калдари Флеймс. У него 52 минуты штрафного времени. Ну и как защитник довольно результативно играет. 7-6 забросил в чемпионате НХЛ. Итак, сборная Советского Союза имеет численное преимущество. Фетисов Касатонов и тройка Ларионова у нас на площадке. У канадцев обороняются Рейнхард, Шуинар, Хинсмарч и Райсбро. Вот удивительное, вы знаете, это засчитание. Фетисов бросает, промахивается. Ларионов. Шалимов заменил Тюменева. Ларионов. Чуть-чуть, наверное, Ларионов рано сделал передачу. Поглубно надо было войти в зону соперника. Капустин. Хорошая передача. Выход 1 на 1. Бросок. Гол. Ларионов забивает первую шайбу. Разрешите сокращается. 2-1 в пользу канадцев. И причем отметим с вами такую деталь, что все три шайбы в этом матче были заброшены в тот момент, когда команда имели численные преимущества. Он великолепно, очень хвознокровно Ларионов обыграл в воротаря, но, возможно, чуть-чуть рано Эдвард. Лёха мог бы уменьшать и защитить, но очень увлекся опекой нашего нападающего, крайнего. Очевидно, это был Шалимов. Предошло это на девятой минуте второго периода. Итак, 1-2 сборная Советского Союза проигрывает. Бабинов, Ложаков, Шалимов, Шепелев и Капустин у нас на площадке у канадцев играет Рию Кент. Лаваль в нападение, Бурже и Дан в обороне. Дан бросает хорошо. Очень хорошая позиция, звонил Волнин. Здесь хотел прийти в ворот. Шалимов, Капустин. Удаление. Вы знаете, не обратил я внимания. Капустин. На две минуты уныряет за задержку, за блокировку, по-моему. Сопернока не за задержку, а за блокировку. Канадцы получили численное преимущество, но они сегодня же использовали его. Ну, в этот момент, то, что нам показывают, ни о чем не говорит. Здесь нет никакого нарушения правил. Вот за этот толчок. Но он оценивается как блокировка. Быков, Васильев, Стариков и Феттизов обороняются в нашей команде. Ну и пятерка Приджмена у канадцев. Опасный момент. Сопернока упускает шайбу. Рейнхарт. Шуидар. Бейкап. Можно подержать шайбу. Васильев. Ну. Хорошая передача. Бросок поворотом. Ай-яй-яй, какой момент был. Могли ведь забросить шайбу. Играют четвером. Бейкап. Эта четверка хорошо очень отыграла. Пятьдесят секунд до выхода на лёд. Капустина. Вне игры. Калгари считается столицей ковбоев. Здесь проходят различные соревнования, скачки, ротео, летом. Играют четверо. Поэтому вы можете, наверное, видеть те, кто являются, те, кто находится здесь на стадионе. И одеты в специальную форму, сидят за порядком на стадионе, они все в колбойских шляпах. Элоранта, Лаваль, передача. Удаление будет в сборной Советского Союза. Еще одно опасное. И сборная Советского Союза остается втроем. А вот кто удален? Вячеслав Петисов. Это обстоит очень большая потеря для нашей команды. 23 секунды втроем и убрасывание в зоне сборной Советского Союза. Союза! 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 Поджимает, какие-то тренер-звезды. Алиса Прихонов у нас выходит. Перевестинов, Крутов и Первухин. Задача довольно сложная. Вы идете 23 секунды. Задача не выиграли. Хорошо, можно подержать шайб по тропилке. Явно, Крутов, по тропилке. Сувинар. Передача Рейнкартова. Бросок в городе. Рома. Из другого меньшего положения встал Канадец. Рейнкартов. Еще один бросок. Мышкин на этот раз выбирает шайб пять секунд до выхода налет Сергея Капутина, нашего четвертого полевого игрока. Вот где проверяется характер. Вообще, надо сказать, вот это турне, это великолепное испытание характеров всех хоккеистов. Проверка стойкости. Это будет так необходимо на чемпионате мира, на Олимпийских играх Сараева. Да ну вышел у нас Сергей Капустин четвертого. Теперь наши хоккеисты играют. Полегче стало. Трекина Вестина Олимпийских играх Сараев. В儿чете. Собрали, конечно, наши хоккеисты забрать шайбу. Не было бы остановки игры и выбросить ее из своей зоны. Еще играть в меньшинстве одной минуты etcetera 22 секунды. Далее конца периода остается 8 минут, 11 секунд, 2-1, впереди хозяева поля. Бэкап. Нареет Харс. Матгональ. Матгональ. Матгональ забивает скорейший шайбу. Вы знаете, в третий раз канадцы используются на преимущество. Я вам говорю, неплохо, очень неплохо. Они разыгрывают шайбу в тот момент, когда имеют на одного игрока больше. Ну и, наверное, Матгональд подсверхил, что он лучший шайбер команды, забросил вот эту шайбу. И все это на 13-й минуте второго периода. Респланд 2-1, Калгари выигрывает На контактах вот этот обмен на один Успели вернуться защитники назад Халимов вне игры Запущен там оказался, не хотел выйти из своей зоны Но, правда, предъявляют претензии к своим партнерам, чтобы вовремя не сделали ему передачу из средней зоны У меня на то стал очень тяжелая игра для сборной Советского Союза Ну, очевидно, все сказывается, конечно И напряжение турнира, и то, что такой жесткий, я бы сказал, график этого турне И пройти его так на основном дыхании, конечно, невозможно просто Пятерка Ларионова вышла, играет она против пятерки Пеплински Вот, судя по По первому периоду по части второго Можно сказать, что сильнейшие хоккеисты Умена, Макдональд, защитник Ариенхарт, несомненно, Кент Нильсон Вот, они давно выделяются Ну, и обращает на себя внимание Пеплинский, 24-й номер, очень молодой хоккеист В другом стиле, он, кстати говоря, играет в национальной хоккейной лиге Один из самых результативных в автомате Ларионов Кататонов Чуть-чуть запоздал взрослом на такую секунду И Канай спустил поставить плюс Убрасывание Это Кевин Лаваль В 19 лет уже он играл зам в Калгари Афлейн, сейчас он 21 год Зелен в обороне Но пока вот мы его и не видим В те моменты, когда команда остается в меньшинстве Правда, только два удаления было У канадцев одно использовала сборная Советского Союза Убрасывание Убрасывание Проброс Еще раз сбрасывание в зоне Канадской команды Вот Седьмому номеру Шувинару Бежит Старик Корт Калгари Флейм На его счету 50 голов Было в сезоне 80-го года Убрасывание у нас пятерка Семенова Играет она против пятерки Шувинара В какие-то моменты, вы знаете Обнаруживается слабость в обороне Калгари Флейм Но никак наши хоккеисты не могут уловить Момент, когда надо перейти В острую Контратаку И нападающийся изначально Акцию наконец Калгари Флейм Калгари Флейм Могут результативно играть Но правда Лишь те моменты Когда сборная СССР остается в меньшинстве Все три шайбы Были заброшены Канадцами При численном преимуществе Перелизинов Перелизинов Тервухин Человой прием, Ричман применил дворцов, Кирвухин. Несильный бросок был в сторону ворот. Кирвухин наверняка набрасывал шайбу на пятачок перед воротами. Кедверт увидел это вне игры. 5 минут 16 секунд до конца второго периода. 1-3, сборная СССР проигрывает. Васильев, Быков, Герасимов, Фетисов и Стариков в нашей команде. В втором периоде еще не выходил на площадку Сергей Гимаев. Вне игры. Очевидно, тренеры посчитали, что не очень удачно действовал в первом периоде, поэтому были решения играть в 7 защитников. А вообще сегодня по 23 хоккеистов заставит то и другие команды. У канавцев не выходили налет пока Кристоф и Хантер. Нужно 8-0, 2-1-3, и 8-0, 4-4-7. Все победители будут просчитать, что не очень удачно действовал в первом периоде. В конце концов, я испытываю. Вот нельзя сказать, что игра проходит с полным преимуществом канавцев. Почти равная игра. Но как только какая-то из команд играет в большинстве, то, конечно, сразу появляется и острота, и тут же преимущество переходит или к нашей команде, или к канадской. Бросок Фетисова. Бросок Фетисова. Филаранта. Филаранта. Шайва прижата в Торестоне. 3 минуты 55 секунд до конца. Второго периода. 3-1 впереди Калгари. Лейб. Филаранчо, 30-летний, капитан команды Канады, Пуршиам. Филаранчо, 30-летний, капитан команды Канады, Пуршиам, 30-летний, капитан команды Канады, Пуршиам. Филаранчо, 30-летний, капитан команды Канады, Пуршиам, 30-летний, капитан команды Канады, Пуршиам. Филаранчо, 30-летний, капитан команды Канады, Пуршиам. Филаранчо, 30-летний, капитан команды Канады, Пуршиам, 30-летний, капитан команды Канады, Пуршиам. Ядлой шайбы. Мактуанан придет вперед. Варионов. Фетизов. Никак численный перевес сборной Советского Союза в средней зоне не удается получить. Мактуанан. Фетизов. Варионов бросает, отбивает Эдвард Шайбу. Сапунов. Фетизов. Фетизов. Сапунов. Неудачно играет Фетизов. Кисков перехватывает Шайбу. Сагрузка, конечно, большая. В следующих защитах от Петисова, Кажатонова, Первухина, Перелелетинова Вполне возможно небольшой запад в игре Фриден Элоранто Последняя минута идет второго периода Перелелетинов Много, конечно, индивидуальной сегодня игры в сборной Советского Союза Но это обычно бывает в те моменты, когда чуть-чуть уставшихся чувствуют хоккейцы Поэтому не получается коллективная игра На какую долю на секунду опаздывают принять решение? Светлов Семенов Можно играть Последние секунды периода Первухин Просток Робот Итак, закончился второй период 3-1 в пользу Кажатка Перерыв Итак, начинается третий период встречи 3-1 в пользу Ходяев поля У них замена воротаря Вместо Дона Эдвардза Который отлично защищал два периода ворота Команды Калгари Флейн Играет Марк Дамур Нет, простите, это Бегген Леммили Новичок Команды Пятерка 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 Варенова у нас на льду Пуханатов Пятерка Макдональда Ташотонов Сифа Казахонов Варенов Кларионов Бросок Ступай Бегу На льду На льду Команда Леммилин Вне игры показывают арбитры. Минуту 19 секунд сыграли команда с первым. В третьем периоде по-прежнему 3-1 выигрывают канадцы. Неплохая реакция у этого вратаря на суде по этому броску. А 28 лет ему первый тезон играет в «Гокалдаре». Председатель перед матчем вчера на предприятии «Тейнер» Канадзор Джонсон сказал, что мы можем выиграть только если вратарь сыграет очень надежно. Но не знаю, «Тейнер» показал себя мастером хорошего класса. Как будет действовать его тублер, посмотрим вот в течение этих 20 минут третьего периода. Смена произошла в отставах. Пятерка Ниндсен играет против пятерки Шепелева. Вожаков. Ниндсен. Передача бросок успевает Шепелев подставить плюску. И Шайба покидает пределоплощадку и сбрасывание в зоне сборной Советского Союза. Да вы знаете, каждая игра для сборной СССР особенная. Информация соперники в общем-то остаточная. Ну, как говорят, лучше один раз в путь, чем много раз услышано. Поэтому любая встреча, можно сказать, проводится в сборной Советского Союза с места. Но в этом трудно не будет. Ну, опять же, играем против разных команд, причем даже разных команд по своему стилю. Вот это, я скажу, предпочитают все те хоккей и быстрые, и коррективные. То есть, вы же в европейском все-таки хоккею. Помните матч в Куэбеке, там типичная канадская команда играла со всеми ее сильными сторонами, со всеми ее слабыми. И получился, конечно, предыдущий матч в Монреале. Вбрасывание в зоне Владимира Мышкина. Боб Джолсон, у него, вы знаете, хоккейная семья, два его сына, тоже самые хоккеисты. Один играет в Фаскорте, а второй Питер в сборной Олимпийской. Илья Мышкина, которая уже начала подготовку к Олимпийским играм 84-го года. Фаскор. Бокалин отбивает Шайбу. Куржем. Не вышла Шайба из зоны. Герасимов. Очень много борьбы с людьми. Бокалин бросает. У нас Лемелин на месте. Герасимов ушел. От силового приема бросок. Упеек Шайбин. Нет, не успел Сталиков. Сокопонов. Байков. Вот тебе зону надо как можно реже откатываться. Васильев. Элоранта. Интересно, смогут наши хоккеисты чуть-чуть прибавить скоростью или нет. Думаю, что в этом может быть залог успеха и сегодняшней встречи. Хотя, конечно, чрезвычайно трудно это сделать. Дариков. Кервухин. Бросок. Еще один бросок поворотом. Канадцы довольно близко сейчас прижимаете к двору. Поэтому он надо бы использовать наших защитников. В ударении будет у канадцев. Глаза беру, что Махакак, 10 номер, покидает лед на 2 минуты. Вот теперь сборная Советского Союза может использовать свой шанс. Идет пятая минута заключительного периода. И необходимо просто забросить опять одну шайду, чтобы создать, может быть, даже психологический перелом. Очень трудно играть в университет сборной Советского Союза. Тут еще имеет большое значение и психологический, очевидно, фактор. Каждая команда, канадская, хочет выступить как можно лучше в этой сборной Советского Союза. Каждая команда, Итак, упрашивание от зоне канадцев. Рейнхард. Тюменев хорошо возили в зону Ларионов передача не точна Передержал сайду Это не похоже на Вячеслава Петисова Вот как раз я говорил уже о том, что, оказывается, наверное, усталость Временная, конечно Поэтому даже ведущие наши игроки допускают вот такие, можно сказать, элементарные ошибки Не успевают от этой ситуации Петисов Один выходит с воротом Великолепный проход Владимира Крутова И счет становится 3-2 Вот что значит получить шайбу на высокой скорости Ничего не смогли сделать даже защитники А раз, потому что, вроде посмотрите, вот пятый номер мощный, высокого роста защитник Но Силы, по-моему, оставили его в последний момент в падении Салимов Салимов застает с воротом Алимолин отбивает шайбу Адональд Салимов застает с воротом Салимов застает с воротом Запросить не одну шайбу Но необходимо просто предельно Внимательно сыграть в обороне Салимов застает с воротом Салимов застает с воротом Вот не очень заметен Юрий Выжаков на площадке Наш молодой защитник, который впервые вообще играет за сбором Салимов Ну, действует Надежно Причем не растерялся Такий очень мужественный Бросок На голову Мышкина Ну, дальше наших тренеров Проверить всех хоккеистов в этом туре Ну и поэтому Второй маршировой уже Владимир Омышко Две игры сыграли В 18-60 И вообще Кроме вот Роек Шепелева и Алларионова Отдыхали уже все хоккеисты Матгональд Матгональд Шепелев И опять надо вернуться назад Берес Тарьков Передача В опасный момент Не останавливает шайбу Васильев Просток Тарьков Замелез Отделение Забирает Шайбу Герасимов, Быков, Васильев в нашей команде. Защитники Тариков и Петизов. Хороший был момент у Михаила Васильева. Не мог уже сделать большую паузу, потому что явно ему помешали бы затем завершить эту атаку. Но успел он бросить по воротам. Вот посмотрите этот момент. И делать передачи не было. Очевидно, можно было сыграть защитников. Они, правда, остались за кадром. Судя по тому, что очень много канадцев было перед своими воротами, наверное, наши игроки обороны были свободны. Петизов. Пуде игры. Как только задерживаются наши защитники передачи, так сразу возникают трудности с организацией атаки. Канадцы привыкли выступать на такой маленькой площадке. Располагаются очень широко в том, чтобы полю. Тем не менее пройти определенные трудности не создает. Петизов. Рейнхард. Герасимов. Вот у Бывкова хороший момент бросок. Рейнхард сможет, но бросается под шею. Чуть-чуть надо увеличить скорость нашей команде. Думаю, тогда канадцы могут и не выдержать. Батильев. Но было за нарушение правил. Петлинский явно ослюстый задержал соперника. И вы, слышите, зрители даже выражают неудовольствие решением арбитра. Гварцов вне игры. Джестон просто ввес Семенова в зону соперника. 11 минут 53 секунды до конца встречи. Вы видите, даже наш тренер Виктор Тихо у нас тоже недоволен действием арбитра сегодняшнего матча. Да, и, по-моему, он наказывает команду двухминусным скрафом за вмешательство действия арбитра. Четвером сборной Донецкого Союза остается. У Бывкова был хороший момент. Может быть, и Позарапившим. Затем точно оценил ситуацию. Хотя, вы знаете, конечно, Брайан Льюис против, чтобы произвели убрасывание. Но табло, вы знаете, не загорается в штрафное время. Но, возможно, это дисциплинарный штраф, 10-минусный. Убрасывание будет зону канадца по 11 минут 46 секунд до конца встречи. Проигрывает сборная СССР со счетом 2-3. Семенов. Первухин. Неудачно играет. Макдональдс раздается воротом. Не точно. Первухин. Первух. Юль. телевединос прострел вдоль ворот. Никого из наших нападающих нет. Макдональдс в центре объекта из СССР. Вот здесь еще арбитра. Вот сейчас помощники главного арбитра сыграли. Очень, очень внимательно. Действительно принимал шайбу хоккейст уже за красные линии. Но не совсем чистый, конечно, силовой прием. Вы видели руками здесь хоккейст канадской команды. Убрасывание в зоне Калгари Флейк. Пятерка Нильсона играет против пятерки Ларионова. Калгари Флейкар русτηка Гомед ligить на 3 июля, 990 твариф Wangero ответил ему розоволкам, поэтому когда вы вновё четвертая defenders и оflyкости Габбардía Ларионова со стольк district. Постык рычагерных линии на хоккейст. Гуэла Ранта? Круто. Довольно рискованно играл. Петитов. Кеменник выходит к воротам и не бросает. Передача. Стросов. Молодец. Очень ответственный момент вырушил команду. В упор бросал Наваль. В лошайбе Лаваль. Круто. Чуть-чуть побыстрее проходить надо. Среднюю зону. Пропок. Все готово. Помешали друг другу чуть-чуть. Допустим. Распешила наша команда. Скоро все возросли, но я бы не нравился уйти. Чуть-чуть больше стало. Бросок. Шалимов. И ответная атака канадской команды. Шалимов. Налево. Не точно играет. Шалимов. Шалимов. Ну, это зато снял подними. Какой-то с двором. Неплохо. Все под воротом. Молодец. Так защита. Дариков Очень крутая игра, но вы знаете много ошибок Василия Это защита Гадана Какие мужественные, какие Маковска И не точно играет Дерашинов Смену надо сделать по ходу матча Дервухин Рассел Рассел Макдональд Рассел 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 Р Рассел 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Далеко отошел Васильев, трудно будет ему подключить Субтитры делал DimaTorzok Далеко отошел Васильев, трудно будет ему подключить Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok